Идея в том, чтобы доехать до Десногорска и посмотреть атомную электростанцию Смоленскую, которая в Десногорске находится. Идея в том, чтобы доехать до Десногорска. Идея в том, чтобы доехать до Десногорска и посмотреть атомную электростанцию Смоленскую, которая в Десногорске находится. Вот. Но это 300 километров от Наруфаминска, откуда я стартанул. И, может быть, это будет достаточно долго. Я не знаю, посмотрю. Если мне надоест, я до тут не поеду. Если не надоест, ну, доеду, посмотрю, что там. То есть какого-то плана нет. Про атомную электростанцию я ничего не знаю. Знаю только, что она есть. Ну, там начали ее строить в каких-то там 70-х годах. Вот. В общем, такая история. Все. Микрофон включен теперь. Должен работать. Небольшая остановка на протереть шлем. И что-то GoPro опять проглючило. И пришлось вытаскивать аккумулятор. Не включалась она. Это я в Юхнов заехал. Бобруск 549 километров. Бобруски. Я не поеду пока. Ну, типа, здесь, наверное, будет тоже когда-нибудь скоростная трасса. Вот стройка. Надо, короче, искать заправку. Это показывает, что осталось 28 километров. Наверное, это не совсем правда, конечно, на самом деле, побольше. Это хорошо. Короче, заправился в своем норме. 15 литров. Могло, наверное, найти еще что-нибудь. Ну, как бы, 15 это прямо пройдено. 320 километров. Расход меньше 5 литров. Офигеть. И останется 20 километров до этого места, которое я указал. Ну, то есть, до, грубо говоря, этой атомной станции. И вот такая фигня. Зачем это? Я почему-то выключил камеру как раз перед с тылой Смоленская АЭС. Смоленская атомная электростанция. 8 километров ехать. Да, я точку поставил просто так вообще, совершенно не изучая. Ну, просто взял и поставил точку. Даже не знаю, где там, что это, АЭС. Так что, где-то уже скоро, наверное, е будет, по идее, должна быть слева. АЭС прямо. Отлично. Мне туда и надо. А, вот она. О, красота. Интересно. Интересно. Можно ли здесь где-нибудь встать? Здесь же можно налево повернуть? Ну, а попробуй туда проехать. Ладно, я думаю, дальше... Наверное, не стоит. Вот там как раз виднеется Смоленская АЭС. Я вот здесь встал. Здесь у нас водоем такой. Я думаю, что туда можно проехать. Я сейчас туда проеду. И надо будет аккумулятор поменять в GoPro. На всякий случай. Здесь 30% осталось. Аккуратно посерединке. Станция эта началась стройка в 70-х каких-то годах, что ли. Ну, когда-то, я думаю, что к концу 70-х должны были это запустить. Уже, я не знаю, вообще ничего не читал, как всегда. Как всегда, все это хотел и ничего не сделал. Вот. Доехал я даже не знаю, за сколько сейчас часто. Допустим, сейчас у нас 14.43. Ну, то есть я как раз за 4 часа доехал. Ну, я не спешил, так скажем. Вот. Пришлось еще на заправку заехать. Но это планово. Все так, как планировалось. В общем, вот. Клевое место. Вообще здесь. Смотри, да? Здесь какие-то с той стороны моста. Наверное, здесь какие-то маломерные суда пройти могут. Туда, на ту сторону. И там какой-то большой причал с лодками. А это что такое? Я не знаю. Молодой человек. Почему-то так и думал, что они подумают, что я что-то забыл. Никого не было. Только собрался уезжать. Набежала толпа. Ловить креветок. Вот так. Ловить креветок. Ловить креветок. Ловить креветок. Редакторedsка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Для полного счастья не хватает дождя, конечно, зато свободную дорогу, практически никого нет. Короче, я понял, все вот эти дороги, соединяющие Варшавское шоссе или Киевское шоссе с Минским, они, ну, так себе. О, ладно же, здесь какой-то рембант. А че красный горит, охренеть. Ну, что, если так? Ну, что, если так? Повернулся. Ну, наверное, все-таки нужно вот сюда. А, ну, это же песок. А он скоро закончится. Возюкает, конечно. Тут, типа, везде, что ли, красный? Никого нету. Ну, здесь кладут асфальт. Интересно, интересно. Кажется, вон он. Угадит кого-то. Субтитры сделал DimaTorzok GoPro, что-то опять проглючило и перестало включаться. Пришлось вытаскивать аккумулятор. И все время, что я тут возился, ну, это, конечно, не так много, но минута, никого не было. Ни оттуда, ни оттуда. Отличная дорога, мне нравится такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то GoPro второй или третий раз уже. Он не хочет включаться, когда я ее прошу. Так как аккумулятор скоро тоже сядет, когда будет заправка. Я, видимо, поставлю другой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Яндекс.Навигатор повел меня с Минского шоссе на Верею. Я не смотрел, что там дальше, но, наверное, он просто на Киевском шоссе выйдет. И я и сам хотел так поехать. Смотри, какой свет классный, да? Блин, вообще чувак. В общем, снова пробил я заднее колесо. На этот раз посерьезнее. Оно спустило. Ну, там, видно, прокола не будет, наверное. Ну, короче, прямо на дороге. Ни ремкомплекта у меня с собой ни хрена нет. Когда один парень остановился на Ямахе, у него тоже нифига не было. Но он на ходу, по крайней мере, погнал в шумомонтажку. Такие дела. Но насосов все равно нет. Насосов тоже нет. Насосов что-то искать, если что? Ладно, посмотрим. Пробил и дырень прям в колесе. Вообще, чума. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин